Уважаемый президент, клуб, уважаемые коллеги, Алексей Викторович закончил на такой волне, которая, в общем-то, как бы, я пытаюсь продолжить то настроение, которое он создал в аудитории, а именно рассказать о научном поиске. О том поиске, который, в принципе, тоже, я надеюсь, займет достойное место в лечении наших пациентов, в том числе и в адевантном режиме. Итак, я хотела бы напомнить вам, дендритно-клеточная вакцина, почему дендритные клетки, какую роль они играют в формировании иммунного ответа. И мы с вами видим на слайде иммунологический синапс, о котором говорил и Алексей Викторович. Дендритные клетки создают контакт и активируют т-лимфоциты намного сильнее, намного выраженнее, чем это делает опухоль, которая уже уклонилась от иммунного ответа. Опухоль, которая уже утратила некие антигены иммуногенности или же, скажем, молекулы главного комплекса гистосовместимости. Поэтому дендритная клетка, она передает ту информацию, которую утратили опухолевые клетки, в частности, клетки меланомы. И на правой части слайда вы видите, как активирует дендритная клетка лимфоциты. Огромное количество лимфоцитов может быть одновременно активировано с помощью презентации опухолевого антигена в контексте с молекулами главного комплекса гистосовместимости первого и второго класса. Это очень выраженный иммунный ответ. Но у пациентов, у которых уже развилась опухоль, иммунный ответ, он подавлен. И сегодня мы слушаем и слышим, как активируется противопухольный иммунный ответ с помощью использования препарата, который направлен на ингибирующие контрольные точки. И это очень важный элемент, который говорит о том, что противопухольный иммунитет, он есть, он формируется пациентам, но на определенном этапе развития, как представила сегодня Светлана Анатольевна, кубика-рубика, да, это поликлональная опухоль. И какие-то опухолевые клетки распознаются, разрушаются иммунной системой, а какие-то выживают и дают новый клон и новый рост прогрессирования опухолевого процесса. Поэтому наша задача была получить такой клеточный продукт, который бы был высокоиммуногенным. Первый компонент – это дендритные клетки, а второй компонент – а чем же их нагрузить? Какие антигены должны распознавать дендритные клетки с тем, чтобы усилить иммунный ответ, чтобы он был выраженный, и мы понимали, что формируется противопухолевый иммунный ответ на те антигены, которые есть в опухоли. И оказалось, что есть антигены, которых нет в нормальных тканях, они есть только в яичке у мужчины, в плаценте у женщины, но они в большей или меньшей степени представлены в опухоли, особенно в опухоли с высокой мутационной нагрузкой. Это раково-тестикулярные антигены. Они оказались высокоиммуногенные, к ним не развивается толерантность, они индуцируют высокоспецифический иммунный ответ. И это позволяет влиять на опухолевый рост. Возможно, селективное воздействие на мишень, и это постоянство в мишени. И, как было показано в последних исследованиях, в недавних исследованиях, что изменчивость иммунной системы сопоставима с изменчивостью опухоли. Иммунная система может подстраиваться, изменяться и распознавать опухолевый процесс. И так как мы научный отдел, экспериментальная часть для нас очень важна. И в данном случае мы изучили те клеточные линии, те клеточные культуры, которые есть в нашем распоряжении, которые были в свое время получены из образцов опухоли пациентов. На данном слайде мы с вами видим в верхней части слайда некую нумерацию. Это номера опухолевых клеточных линий, которые есть в нашем банке. А в левой части мы видим те раково-тостикулярные антигены, которые изучались в нашей лаборатории. И мы видим по шкале выраженность экспрессий этих раково-тостикулярных антигенов. И видим, что некоторые клеточные линии, некоторые клеточные культуры экспрессируют очень высокую экспрессию раково-тостикулярных антигенов. А некоторые же клеточные линии, они задержат небольшое содержание этих раково-тостикулярных антигенов. В настоящее время известно более сотни семейств раково-тостикулярных антигенов. И мы видим среди тестированных наиболее иммуногенными, наиболее выраженная экспрессия. Это ГЭЙЧ, МЭЙЧ-1, НИЭСО-1, ПРЕИМ. И как раз те клеточные линии, которые богаты этими антигенами, стали источником для нагрузки, для обучения дендритных клеток распознавать опухоль. И мы провели, смоделировали такую ситуацию, когда правый столбец – это опухолевые клетки, а зелёный столбец – это лимфоциты с опухолевыми клетками. А распознают ли лимфоциты пациентов, которых мы уже пролечили, опухолевые клетки, против которых был направлен иммунный ответ? И мы с вами видим, что есть клеточные линии, где лимфоциты одновременно с опухолевыми клетками поддерживают рост опухоли. Это связано с тем, что эти клеточные линии не иммуногенные. Такая же ситуация создаётся и в организме пациента, когда опухоль становится неиммуногенной. И, конечно же, в опухоли микроокружении создаётся ситуация, которая позволяет опухоли расти в дальнейшем. Но есть очень богатые клеточные линии, которые содержат высокую экспрессию раково-тестикулярных антигенов. И мы видим, как в присутствии лимфоцитов идёт разрушение этих опухолевых клеток. Что же собой представляет дендритно-клеточная вакцина? Как мы её получаем? Мы можем получить образец опухоли у пациента. Или же в настоящее время берём клеточные линии, которые есть в нашем банке, и получаем дендритные клетки в настоящее время из моноцитов, хотя можно получать из костно-мозговых предшественников. Проводится забор крови, может быть, проведение лейкофереза, и мы получаем большое количество предшественников. Получение дендритных клеток в лабораторных условиях в присутствии ростовых факторов, факторов дифференцировки, в специальной культуральной среде для того, чтобы получить аутологичные дендритные клетки, нагруженные ракутостикулярными антигенами, и для введения пациенту. Конечно же, часть вакцинного препарата анакриоконсервируется, и пациент получает вакцинотерапию в том режиме, который нами был, так скажем, определён оптимальный режим с нашей точки зрения, потому что мы занимаемся разработкой противопухолевых вакцин уже в течение 20 лет, с 1998 года, поэтому накопился определённый опыт, и мы не стоим на месте. Мы модулируем ситуацию, мы изучаем и клиническую эффективность, и иммунологическую эффективность, с тем, чтобы оптимально подобрать и режим, и дозу этого клеточного продукта. Итак, пациенты с радикальной резекцией меланомы, в исследование было включено 127 пациентов, и эти пациенты, они обращаются к нам с желанием получить адювантное лечение, экспериментальное лечение. Это обсуждается с пациентом, и в настоящем исследовании 64 пациента получали интерферон альфа, а 63 пациента – клеточную вакцину, додоритно-клеточную вакцину КТВАК. Передичной и конечной точкой было время до прогрессирования, нам было очень важно понимать, как работает этот клеточный продукт. Но, конечно же, вторичные и конечные точки – это общая выживаемость, токсичность, и для нас было очень важно понимать, какие же есть предъективные маркеры, биомаркеры для данного клеточного продукта. И мы видим с вами, что в это исследование были включены пациенты практически одинаковые группы, но если обратить внимание на стадии заболевания, все-таки более, так скажем, высокий риск прогрессирования был у пациентов, которые получали клеточный продукт КТВАК. Схема или, так скажем, умонотерапия клеточным продуктам, она проводилась следующим образом. Пациенты перед введением вакцины за три дня получали 300 миллиграмм внутривенно циклофосфамида. И это связано с тем, что у пациента с уже продвинутой стадией заболевания развиваются некие аутоиммунные процессы, компоненты, которые тормозят запуск противоопухолевоиммунного ответа. Задача клеточного продукта, дендритно-клеточной вакцины, активировать иммунную систему. И для того, чтобы это произошло как можно, так скажем, в ускоренном темпе, необходимо как-то все-таки Т-регуляторные лимфоциты, их активность снизить. И, как мы знаем из литературных данных, это делает циклофосфамид в такой дозировке, и именно в эти сроки. То есть это уже показано в эксперименте и является таким как бы посылом для того, чтобы использовать эту опцию. В течение двух месяцев пациенты получают 4 введения дендритно-клеточной вакцины. Этот режим также был определен иммунным ответом, который формируется у пациентов. В дальнейшем пациенты получают вакцинотерапию ежемесячно в течение года. И, казалось бы, на этом можно остановиться. В начале нашего пути мы вакцинировали вообще 4 вакцины. Пациенты с исчерпанными возможностями, 4 вакцины, и мы чего-то ждем. Но что мы можем ожидать? Понятно, что прогрессирование заболевания. Поэтому мы выбрали более длительный период лечения. И это было задолго до появления чекпоинтов. То есть мы понимали, что пациентов надо лечить длительно. Потому что основная группа наших пациентов – это пациенты с исчерпанными возможностями. И понятно, их надо лечить длительно. И этот же режим мы, так скажем, экстраполировали и на группу пациентов, которые лечатся в адевантном режиме. В дальнейшем второй год лечения – это каждые 3 месяца. Это такое, так скажем, допустимое продолжение поддерживающего режима. И третий год раз в 6 месяцев. Некоторые пациенты получают и второй год ежемесячно с высоким риском прогрессирования. И здесь вы видите пациенты, которые получали дендридно-клеточную вакцину. И вторая группа сравнения – это пациенты получали интерферон альфа. Три пациента получили высокую дозу, низкие дозы – основная группа пациентов. И некоторые пациенты получали повышение, достижение максимально переносимой дозы. Какие же результаты мы получили? Относительно мы получили время до прогрессирования, относительный риск прогрессирования в течение 5 лет, оказался у нас на 20% выше у пациентов, которые получали интерферон альфа. Относительно группы пациентов КТВАК. Общая выживаемость, как вы видите, она сравнима, но статистически недостоверна. Тем не менее, это исследование позволило нам сделать несколько выводов, и я их озвучу в конце моего доклада. В клинические случаи пациент 80 лет, меланома кожи спины, третья стадия, брав положительный, пациент получил 3 этапа хирургического лечения. И, так скажем, понимая высокий риск прогрессирования, пациент решил получать клеточный продукт. Он получил 18 циклов иммунотерапии КТВАК. Лечение началось еще в феврале 2016 года. И, как вы видите, прогрессирования нет уже в течение длительного времени. Что же происходит с иммунной системой? Мы видим, что у пациента увеличилось количество Т-лимфоцитов, Т-хелперы, цитотоксические лимфоциты. Наблюдается активированная субпопуляция клеток. Но некоторые субпопуляции уменьшились. Несколько возросло число терегуляторных лимфоцитов, которые подавляют иммунный ответ. Но, тем не менее, в настоящее время у пациента нет прогрессирования опухолиопроцесса. Второй клинический случай. Пациент также получил хирургическое лечение. 18 циклов иммунотерапии с КТВАК с ноября 2016 года. Не наблюдается прогрессирование уже в течение длительного времени. Но обратите внимание на иммунологические показатели. Несколько уменьшилось содержание Т-лимфоцитов и равномерно Т-хелперов. Но возросли цитотоксические лимфоциты, которые реализуют в противоопухолевый иммунный ответ. НК-клетки, которые также вносят очень важный вклад в противоопухолевый иммунный ответ. Но нас беспокоит увеличение НКТ-клеток. Это неблагоприятный фактор. Но снижено содержание Т-регуляторных лимфоцитов. В настоящее время мы накапливаем эти данные, этот опыт, чтобы проанализировать и понимать вклад тех субпопуляций, которые формируют противоопухолевый иммунный ответ. Еще один случай. Также пациент с распространенным местно распространенным опухолевым процессом с поражением региональных лимфатических узлов. И мы видим, пациент получил три этапа хирургического лечения, 35 циклов иммунотерапии. И здесь мы также видим изменения в иммунном статусе, которые говорят о том, что есть благоприятные и неблагоприятные факторы в виде субпопуляции иммунного ответа, которые требуют определенного контроля. Пациент 32 лет. Здесь мы также видим, пациент начал лечение, когда еще была вторая С-стадия, но прогрессирование процесса, два этапа хирургического лечения, 16 циклов иммунотерапии, время до прогрессирования прогрессирования, 16 месяцев. Но заболевание получило свое развитие, метастатические очаги в головном мозге, да, и в данном случае пациенту рекомендовано проведение таргетной терапии ингибиторами, брак-ингибиторами по месту жительства, потому что высокий риск прогрессирования, и пациент должен получать то лечение, на которое он может ответить. Меланома кожи у пациента 61 года, и здесь мы видим, пациент получил 15 циклов иммунотерапии, и также не наблюдается прогрессирование уже более года. И мы видим улучшение показателей Т-лимфоцитов, цитотоксических лимфоцитов, активированные Т-клеточки, как бы также приняли участие в работе, но растут НКТ-клетки, поэтому этот пациент требует также пристального внимания. Пациент 59 лет, и мы видим, что пациент получил 5 этапов хирургического лечения, высокий риск прогрессирования, лучевую терапию, 18 циклов иммунотерапии с июля 2017 года, время до прогрессирования 16 месяцев. В настоящее время пациенту рекомендована химиотерапия по месту жительства, но учитывая сегодняшнюю, так скажем, нашу конференцию, конечно же, этому пациенту необходимо на верное рекомендовать иммунотерапию, но я хочу сказать, если быстро идет прогрессирование, может быть, и целесообразно начать с химиотерапии, я не могу сказать. Это очень важно понимать, есть ли обеспечение по месту жительства, но этот пациент требует внимательного отношения, как и все наши пациенты. Пациент 65 лет. Мы также видим, что у этого пациента было два этапа хирургического лечения и всего шесть циклов иммунотерапии. И вы видите меланомокожелево-височной области, то есть это область, где у пациента возникал местный рецидив, появились метастазы в региональных лимфатических узлах. И в настоящее время пациенту рекомендовано проведение иммунотерапии анти-5-1 или комбинации ингибиторов при возможности обеспечения по месту жительства. По показателям иммунологическим у пациента формировался противоопухолевый иммунный ответ, но опухоль, она эволюционирует по своим законам, и у нее есть возможность уклонения от иммунного иммунного ответа. Пациентка 44 лет. Очень интересный случай. Это меланома кожи передней грудной стенки и бра положительная. Она получила 16 циклов иммунотерапии. Мы видим определенное улучшение показателей по иммунному статусу. И, казалось бы, и НКТ клетки в норме, и регуляторные клетки не растут. И все должно быть хорошо по иммунному статусу. Но, тем не менее, время до прогрессирования 18 месяцев, рецидив в послеоперационном рубце, иссечение, и пациентке было рекомендовано проведение терапии комбинацией ингибиторов брафи МЭК или же анти-ПД-1. Но по месту жительства не было возможности обеспечения этими препаратами, и пациентка решила продолжить иммунотерапию, и в настоящее время она находится на этом лечении. Потому что рецидив послеоперационного рубца здесь клетки иммунной системы могут не проникать. Я бы хотела остановиться на этом слайде, это последний слайд, что нами установлено по иммунному статусу, что есть благоприятный иммунологический прогноз, и есть неблагоприятный иммунологический прогноз. Обратите внимание, благоприятный иммунологический прогноз, он на этих графиках в виде, мы так назвали, в виде стакана, а неблагоприятный изначально до лечения в виде паруса. Да, происходят какие-то изменения с помощью, так скажем, наших технологий, но в настоящее мы понимаем, что необходимо изучать спектр предиктивных иммунологических маркеров у пациентов меланомой кожи третьей стадии, как в процессе иммунотерапии, так и в понимании, что необходима коррекция иммунного ответа, необходимо применение, наверное, может быть, дополнительно иммунологических одевантов, чтобы усилить иммунный ответ и перевести его на этап благоприятного иммунологического прогноза, чтобы иммунный статус выглядел как стакан, а не как парус. Спасибо. Спасибо.